ДТП на Карла Либнихта. Машина протаранила забор. Кто виноват? Недоброе утро. На Ломоносово горел жилой дом. В чем причина ЧП? Незаконный градус. Правоохранители обнаружили хранилище алкоголя. Что грозит нарушительнице? Порезало пополам. Под бобруйском фура врезалась в отбойник. Есть ли пострадавшие? Мы начинаем. На перекрестке Карла Либнихта и Пушкина произошло очередное ДТП. Авария случилась 17 октября. Около полудня столкнулись с Жигули и Рено. Таксист двигался по главной со стороны интернациональной. Семерка с российскими номерами по второстепенной советской. На перекрестке машины столкнулись. Россиянин не уступил. От удара француз вылетел на пешеходную зону, снес знак и врезался в забор Могилев-Союз-Печати. В семерке досталось не меньше. Переднюю часть авто смяло как консервную банку. Дорожный знак оперативно вернули на место. А вот забор, по предварительным данным, придется восстанавливать водителей Жигулей. Сумма, к слову, немалая. Это уже третье ДТП на этом перекрестке за последние четыре месяца. Причина остается неизменной. Невнимательность водителей на второстепенной. Почти килограмм ртути обнаружили работники на одном из пунктов приема металлолома Бобруйска. Тревожный звонок поступил на номер 112 днем 20 октября. Бойцы в защитной экипировке сразу выдвинулись на место. Спасатели удалили из загрязненных поверхностей около 850 грамм ртути. Столько в совокупности содержится в 420 градусниках. К счастью, обошлось без пострадавших. Для того, чтобы самостоятельно собрать разбившуюся ртуть, необходимо вспомнить основные правила, которые можно почитать в мобильном приложении «Помощь рядом». Также можно проконсультироваться с диспетчером, позвонив по телефону 112. Запрещается выкидывать остатки ртути в мусорные контейнеры, также выкидывать, сливать в унитаз. Самое опасное в случае разлива ртути – ядовитые пары. Если ЧП произошло в закрытом помещении, необходимо сразу его проветрить. Собрать ртуть лучше всего с помощью спринцовки. Затем поместить вещество в стеклянную емкость с водой, закрыть крышкой и отнести в пожарную часть. Внимание, розыск! Бавруйская милиция устанавливает личности двух женщин. В конце августа они украли кошелек с деньгами из кафе «Сайгон». Похитительниц удалось отследить по камерам наблюдения. Если вы располагаете какой-либо информацией о девушках на записи, просьба обратиться по телефону, указанному на экране, или короткому номеру 102. Входят в доверие, выманивают реквизиты и исчезают без следа. В Беларуси разгул киберпреступности. Так, на днях с карточки Бабручанки похитили 7,5 тысяч рублей. Женщине позвонили по телефону, представились с сотрудниками банка. В ходе разговора обманом выманили данные карты. Номер, срок действия и код на обратной стороне. Во время таких звонков уверяют правоохранители, нужно тут же класть трубку. Говорят, что по вашей карточке в настоящее время проводится сомнительная операция. Подтверждаете ее, либо нет. Правило, люди говорят, что, конечно, не подтверждаем. Мошенники входят в психологическое доверие, говорят, что с этой карточкой похищаются деньги. Сотрудники банка, когда такая операция по банковской карточке проходит, они никогда не звонят. Банк в автоматическом режиме ее блокирует. И потом, если заявитель считает, что это он проводил операцию, и карточка заблокирована, он звонит в банк и говорит, что эту операцию проводил я, ее разблокируете. Называете кодовое слово, вам разблокируют карточку, дальше проводите операцию. С начала года мошенники похитили с карточек горожан более 40 тысяч долларов. Участились и случаи краш через торговые площадки. Чаще всего обманывают на куфоре. Злоумышленник связывается с жертвой посредством мессенджеров и представляется покупателем или продавцом. В ходе перебиски предлагают перейти на сайт торговой площадки, однако тот поддельный. Злоумышленник присылает, как правило, ненастоящую фишинговую ссылку. То есть она внешне очень похожа под настоящую. Но когда вы будете на ней вводить реквизиты банковской карточки, смс-код, то все данные уходят сразу в руки злоумышленника. Правоохранители напоминают, не сообщайте третьим лицам данные банковской карты, особенно код на обратной стороне, логин и пароль от мобильного банкинга. Обращайте внимание на номер телефона абонента. Чаще всего мошенники звонят из других стран. Не переходите и по подозрительным ссылкам. Для оплаты пользуйтесь наложенным платежом или встроенной системой торговой площадки. Уснул за рулем. На трассе М5 фура въехала в отбойник. ДТП произошло на развязке дорог Минцгомель и Бобруйск-Мозырь. Фура направлялась в столицу ночью. Водитель попросту уснул. Машина ушла в сторону и влетела в ограждение. Поскольку автомобиль достаточно большой, грузовой, поэтому это барьерное ограждение прошило автомобиль по центру его. Кабина получила большие механические повреждения. Водитель, к счастью, остался живой. Не так повезло участникам прошлогоднего ДТП. Тогда на этой же трассе в ограждение врезалась легковушка. Отбойник пробил переднюю часть автомобиля и прошел сквозь салон. Водитель погиб на месте. Пожар на Ломоносово. Обогреватель чуть не стал причиной трагедии. ЧП случилось накануне. Когда спасатели прибыли на место, из окон одноэтажного дома валил дым. Хозяин находился на улице. Оказалось, что за день до этого мужчина своими руками ремонтировал электрообогреватель. На ночь оставил устройство включенным в розетку. Сбой в работе прибора и привел к возгоранию. В результате огонь повредил имущество и потолочное перекрытие. Использование электронагревательных приборов должно быть строго в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. Также запрещается оставлять их включенными без присмотра. В том числе оставлять включенными во время сна. Незаконный градус. У жительницы Бобруйска изъяли более 300 литров спиртосодержащей продукции. Женщина хранила алкоголь дома. Правоохранители нашли и изъяли несколько десятков бутылок различного литража. Из них одна половина была наполнена чистым спиртом, другая – брендированным алкоголем разной крепости. Бобручанку привлекут к ответственности за незаконное хранение алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции. Женщина уже не раз привлекалась за подобные дела. Осторожно, фейк! Белорусам присылают электронные письма с призывом прийти в военкомат. В посланиях от имени ведомства заявляется о необходимости явиться в комиссариат. С собой взять военный билет, паспорт и другие документы. В Минобороны заявили электронная почта, с которой ведется рассылка. Info.mil.by.sobaka.yandex.by не принадлежит ведомству. Также в Минобороны подчеркнули, что граждан вызывают военкомат только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия, как в фейковых письмах, а телефон должностного лица, который и вызывает гражданина. Выпил водку и сел за руль. Под Бобруйском задержали пьяного водителя трактора. Транспорт заметили под покровом ночи на Глузской трассе в районе деревни Гороховка. Инспекторы ДПС остановили машину для проверки. Как оказалось, не зря. Водитель был пьян, а документы на технику у него вовсе отсутствовали. Мужчина объяснил, трактор собрал самостоятельно. 1,9 промилле показал на приборе у него алкотесты. Поэтому он был вовремя изъят с проезжей части, убран. Слава Богу, жив-здоров, но получит административное наказание в виде штрафа и лишения специального права получить когда-либо водительское удостоверение. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Анастасия Шевцова. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok